Сергей Ковалев раскрыл имя нового наставника посредством записи своей страницы в инстаграме. Им стал Аброр Турсумпулатов. Первый этап подготовки, который провел в Биг Беер под руководством Седова Александра Михайловича, успешно завершен. А сегодня начал второй этап подготовки под руководством тренера по боксу Аброр Турсумпулатова. Есть общее понимание, к чему и как готовиться. Это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесет новый успех в моей карьере боксера. На все воле божья. Во время пресс-конференции, посвященной предстоящему бою между Билли Джо Сандерсом и Давидом Лемье, обстановка была достаточно напряженной. Боксеры обменивались взаимными угрозами и обещали выиграть бой, который состоится 16 декабря в Кейбеке. Ты удивишься. Я буду в лучших кондициях и заберу твой пояс. Если потребуется идти в лобовую, я сделаю это. Я обещаю, что 16 декабря не оставлю ринг без пояса чемпиона. Я невероятно взволнован. Давайте сделаем это, заявил Лемье. На кону стоит многое. Я буду очень внимателен, потому что бокс – это интересная игра, в которой все может решить один удар. Давид наестся моих ударов и будет умолять прикончить его. В стиле делают бой. Это классический матч между панчером и боксером. Я рожден драться и докажу это, объединив пояса. У Лемье большое сердце, но правда в том, что я слишком скользкий. Слишком хорош для него. Я нахожусь в боксе, чтобы выигрывать и защитить свой пояс по всему миру. Лемье – это мой проходной билет на бой с победителем реванша Канала Головкин. В минувшую субботу был проведен последний четвертьфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, после чего стали известны полуфинальные пары турнира. Александр Усик встретится в ринге с Майресом Бридисом, а Мурат Гассиев проведет поединок против юниора Дортикоса. По-прежнему главным фаворитом турнира, по мнению букмекеров, является Александр Усик. Коэффициент на его успех колеблется в районе 1 в 5. Вторым претендентом считается Мурат Гассиев, а Майрес Бридис считается претендентом номер 3. Самый маленький шанс на успех суперсерии букмекеры дают юниору Дортикосу. Напомню, что финал турнира пройдет в мае следующего года в Саудовской Аравии. Ну и напоследок, судья Аделейда Бёрд, запомнившийся ужасной оценкой боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, вернулась к своим профессиональным обязанностям. В субботу Бёрд отсудила восьмираундовый бой американца Кэмерона Крэлла и японца Соки Сакай. Поединок завершился ничей решением большинства судей. Записка Бёрд выглядела так – 76-76, а двух других судей – 77-75 в пользу Крэлла и 76-76. Этот бой, как и Головкин Альварес, также проходил в Ватс-Вегасе. Ранее исполнительный директор атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт заявил, что не собирается дисквалифицировать Аделейду Бёрд, а просто предоставить ей краткосрочный перерыв в работе. Вот так, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. С вами был канал The Warrior. Если вам понравился этот выпуск, ставьте палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить очередные выпуски. Всем удачного дня и пока! Субтитры сделал DimaTorzok